Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News Digest лучшего об английском за неделю. На днях к Дональду Трампу заглянули футболисты Clemson Tigers, ставшие лучшими среди университетских команд по американскому футболу. Но из-за шатдауна у Трампа не было денежек угостить их фуа-гра, поэтому он взял и закупил им бургеров, картошечки и прочих вкусностей из Макдоналдса, Бургер Кинга и Венди. Кому-то из пользователей соцсетей показалось неприемлемым, что подобное пиршество происходит в Белом доме на серебряной посуде времен Авраама Линкольна, а кто-то наоборот в каждый поход в Макдоналдс теперь ощущает себя гостем Белого дома. Ну а кто-то просто поржал, как обычно. Новость сама по себе произвела фурор, но еще больше огня добавила опечатка в твите Трампа, который он потом удалил. Вместо hamburgers он написал hamburgers. Счастлив был встретиться с национальными чемпионами Clemson Tigers вчера вечером в Белом доме. Из-за шатдауна я угостил их кучей фастфуда. Я платил более тысячи гамбурдеров и так далее. За час все было съедено. Прекрасные ребята с отличным аппетитом. Разумеется, hamburgers не прошли мимо читателей Трампа и даже Бургер Кинг подхватил волну. Из-за огромного заказа, сделанного вчера, у нас закончились гамбурдеры. Продаем только гамбургеры сегодня. Я бы не узнал о всех этих веселых, прекрасных новостей и мемов на английском, если бы мы с вами не учились на пазл инглиш. Давайте же посмотрим, что там вышло интересного за эту неделю. Это невероятно, это просто неприемлемо. Как вообще такое возможно? У нас появилась новая ведущая, ее зовут не Настя. Заходите поддержать бедняжку Олю среди такого количества Насть и заодно посмотреть, как знакомятся в Англии. Стоит ли предлагать маме-зяте прямо на улице и платить за себя в кафе. Ну что, дорогая моя, давай-ка, раскошеливайся. В штате Мичиган на законодательном уровне нельзя кидаться осьминогами в общественном месте. В Алабаме нельзя носить мороженое в заднем кармане. А в Лос-Анджелесе вообще нельзя лизать жаб. И эти люди еще говорят нам про свободный запад. Вообще, если серьезно, все станет логичным после просмотра видео Насти. В городе Лос-Анджелес законом запрещено облизывать некоторых жаб. Из чего бы это? После облизывания жаба превратится в прекрасного принца? Еще другой, отличный, иначе, прежде всего, в первую очередь, это всего лишь маленький набор слов, которые, можно сказать, всего лишь с помощью else. Еще больше и гораздо интереснее в уроке Леры. What else do you want? Что еще ты хочешь? Несмотря на то, что самым популярным подкастом прошлой недели стала история о Клементе Фрейде, выдающемся писателе, хомике, политике и так далее, внуке того самого Фрейда, мы решили рассказать вам о другом выпуске. О лисах и курах, потому что он больше всего понравился нашему системному архитектору Кириллу. Да, связи решают все. Самый крутой транслейт прошлой недели о Патрике, парне с работой, который постоянно всем грубит, ничего не умеет делать нормально, никому не помогает и вообще ведет себя отвратительно, но никто его до сих пор не уволил. Догадываетесь, почему? На сегодня это все. С вами была Настя. Приятно было провести с вами время. Ссылки на полный дайджест со всеми материалами будут в описании. Переходите по нему, читайте, смотрите, проходите, учите английский, в общем. И будьте счастливы. Бай-бай.